Приветствую вас, Алина. Давайте разберём ваш вопрос. Он у нас достаточно небольшой. Давайте мы его с вами разберём. Итак, когда парня нет рядом, вспоминаю все его ксики о том, что он пообещал, но ещё не сделал, прогручиваю в голове претензии ему. Но, когда он рядом, практически всё нормально и не хочется высказывать эти претензии, которыми себя мучило до этого. Чем это связано и как от этого избавиться? Ну, во-первых, вот вопрос, который я хотел бы вам задать. Вопрос. Он, наверное, он звучал бы так. Претензии к парню, вот общие, сейчас я разбираю их претензии к парню, претензии к человеку, они, в принципе, нормальны. Они могут быть, они должны быть. Потому что мне что-то не нравится, другому человеку что-то не нравится, и нормально, наверное, об этом говорить. Нормально. Абсолютно нормально. Да, нормально об этом говорить. Вот. Но. Почему меня это мучает? Почему меня мучает то, что мне не нравится, что мне неприятно? Почему меня это мучает? Как меня мучают мои же претензии к парню? Это первое. Первое. Что хочется вас спросить. Второе. Вы говорите, напоминаю все его косяки. С чего вы решили, что это его косяки? Ну, косяки это ошибки. Сделали человек ошибку или нет, можно решить только он сам. И только для себя самого. Да? По сути, вы судите своего парня сейчас, вы именно судите своего парня, говоря о том, что его косяки. Это первое. Вы судите. На каком основании вы его судите, не ясно. Дальше. Случайно очевидно, что его косяки вас задевают. Как вас задевают его косяки? Как они на вас влияют и почему? Как в результате этого меняются ваши представления о себе? Насколько эти представления о себе устойчивы, если они меняются в результате действий другого человека? Не важно кого. Дальше. О том, что он пообещал, но еще не сделал. Ну, нет, речь идет про то, что вы ждете, что вы ждете от своего мужчины. Ну, вот, судя по всему. И о том, что вот то, что вы ждете, в основе чего лежит то, что вы хотите. Вот за это, за то, что вы хотите, ответственность вы перекладываете на него, на мужчину. За то, что вы хотите. То есть вы воспринимаете его обещание как долг. Ты обещал, ты должен сделать. Это ошибка. Потому что... Личные отношения не служебные и чувства долга там нет. Ну, вот. Напротив, есть очень много эмоциональных состояний, вот, в которых человек может действительно что-то обещать. Потом эмоциональное состояние проходит, человек понимает, что, в общем-то, он бы обещал, ну, то, что сделать не силы. Вот. И, в общем-то, взрослые люди это понимают. Просто люди, которые доверяют друг другу, они об этом говорят. Они об этом десно говорят, что, извини, вот я, например, в ссоре, да. В ссоре я, там, что-то пообещал, ну, извини, я был очень злой, я так делать не собираюсь, да. Вот. С обязательным разбором, собственно, причины ссоры, да, и выработки каких-то решений. Вот. Или другой пример. Эээ, интимная близость, эээ, пара целуется, а один партнер, эээ, что-то обещает другому партнеру, находясь при этом в состоянии возбуждения. Ну, совершенно очевидно, что, эээ, обещание данное в таком-таком состоянии ничего не стоит. Вот. Поэтому, эээ, почему, эээ, вот вам, эээ, почему у вас возникает ощущение, что мужчина вам должен именно сделать то, что он пообещал. Ну, потому что вы хотите. Вы этого хотите, поэтому и должен. А ответственность за то, что вы хотите, вы ничто не готовы, к сожалению. Вот. Дальше. Когда мы рядом, практически все нормально, а не хочется высказывать эти претензии. Эээ, это страх потерять человека, я думаю, неуверенность в себе. Эээ, вот. Вот. И, в общем-то, отсутствие доверия между, между вами и мужчиной. Эээ, неестественность поведения вас обоих друг к другу. То есть, это именно вот такая вот неестественность. То есть, я не являюсь, эээ, сам, эээ, я не являюсь самим собой, а со своим партнером. Это вот про это. Эээ, и, я так думаю, я так думаю, что, эээ, претензии вами не высказываются еще из-за проблем с близостью. То есть, эээ, вот, вы боитесь, что если вы выскажете, ээээ, эту претензию, и человек от вас отдалится, вы потеряете необходимую вам близость. В близости вынуждаетесь, но в то же время ее боитесь. Потому что, эээ, если бы вы не боялись, то у вас бы не было таких вот историй, да, что он там что-то пообещал, что у него там косяки какие-то и прочее. Вот. А все это про страх близости. Все это про то, что отношения с чем-то несут угрозу для вас. Все это про вот некую тревожность в отношениях, про некую попытку переложить ответственность, эээ, вот, за эту тревожность на другого человека, но не на себя. Эээ, избавляться от этого ничего не нужно, хотя ваш вопрос более чем показателен. Вы спрашиваете, как избавиться от этого, хотя, еще раз, избавляться от этого не нужно. Вот. Необходимо разобраться в себе, понять ваши противоречия, эээ, разрешить их, и тогда ситуация нормализуется сама собой. Это определенный процесс, поэтому я бы, эээ, порекомендовал бы настроиться на определенную работу над собой, над, эээ, отношениями в целом. Вот. Еще у меня возникло такое ощущение, что мужчину вы пытаетесь подчинить. При условии, если мужчина подчиняться не хочет, это крайне деструктивная позиция, свидетельствующая о том, что вы, опять же, беспокоитесь о своей защищенности. А незащищенность – это проблема личной границы. На этом все, Алина. Надеюсь, что помог вам. Если, эээ, понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok